Мы приветствуем всех, кто сегодня подключился к нашему вебинару и тема нашего вебинара ведение воинского учета в организациях. Провожу вебинар я, Светлышева Ольга Юрьевна. Я являюсь преподавателем-практиком Центра компьютерного обучения «Специалист», сертифицированным специалистом в области кадроменеджмента и членом Национального союза кадровиков России. Кроме того, публикую свои статьи и консультирую по вопросам HR-менеджмента. Профессиональный опыт в HR достаточно многообразен, в том числе и ведение воинского учета в нескольких организациях. Поэтому готова с вами пообщаться на эту тему. Вопросы, которые заявлены на сегодняшний вебинар, мы выясним с вами, кто должен вести воинский учет в организации, в зависимости от масштаба организации, например, кто подлежит воинскому учету, то есть кого мы должны учитывать, какие документы должен предъявить военнообязанный при оформлении на работу, какие мероприятия будет осуществлять работодатель по ведению воинского учета, какие документы в связи с ведением воинского учета должны быть в организации, ну и, конечно же, какая ответственность предусматривается в случае нарушения правил ведения воинского учета. И в заключении я готова буду ответить на ваши вопросы. Итак, начинаем. Я сразу же ссылаюсь на федеральный закон от 28 марта 1998 года, номер 53, федеральный закон о воинской обязанности военной службе, поскольку именно в этом документе, в статье 3, дается правовая основа воинской обязанности военной службы. На какие документы мы будем опираться? В частности, это, конечно же, Конституция Российской Федерации, федеральный закон о воинской обязанности военной службе, это называется настоящий федеральный закон, и другие федеральные законы. В частности, я буду ссылаться на федеральный закон от 31 мая 1996 года, номер 61 ФЗ об обороне. И иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. Нас с вами будут интересовать два из перечисленных документов. Это постановление правительства Российской Федерации 27 ноября 2006 года, номер 719, об утверждении положения в воинском учете. Оно достаточно часто будет встречаться, поэтому я сокращенно его буду называть положение 719. И методические рекомендации Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ведении воинского учета в организациях 2007 года. Я его тоже кратко буду называть методические рекомендации. Если начинать с Конституции, с основного закона нашей страны, то в статье 59 определяется долг и обязанность гражданина Российской Федерации защищать Отечество. Кроме того, там сказано, что гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. А также граждане Российской Федерации в случае, если его убеждение или вероисповеданию противоречит нанесению военной службы, а также военных установленных в федеральном законном случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службы. Нам это очень важно понимать, потому что в Трудовом кодексе Российской Федерации нет понятия воинского учета, и кадровики, другие работники кадровой службы, когда оформляют работников на работу, часто игнорируют это направление деятельности. Но сейчас мы видим из Конституции, что это на общероссийском уровне и достаточно важное направление. Воинская обязанность включает в себя воинский учет, подготовку к военной службе, поступление на военную службу, прохождение военной службы, пребывание в резерве и военное обучение. Нас с вами будет интересовать именно одна часть, а именно воинский учет, который проводится не только в организациях, но и в военных комиссариатах. Итак, вопрос первый. Кто должен вести воинский учет в организации? Я в течение всего вебинара буду ссылаться на нормативные акты, для того, чтобы вы в случае необходимости всегда могли обратиться к этим нормативным актам и быть убедительными при разговоре со своими руководителями организации, которые еще, может быть, не до конца понимают важность сведения воинского учета, и при объяснении это своим коллегам и подчиненным. Итак, федеральный закон номер 53 о воинской обязанности и военной службе, где сказано, что воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает... Дальше идет перечень, и нас с вами интересует первый пункт, это воинский учет. В этом же законе, в пункте 6, перечислены граждане и органы, которые занимаются воинским учетом, а именно органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного совмоправления и красным выделены организации. Причем, обратите внимание, все организации независимо от организационных правовых форм и форм собственности, а также их должностные лица. То есть, если руководитель организации говорит, что мы частная или мы коммерческая организация, а не государственная, поэтому можем не вести воинский учет, он глубоко ошибается. Сейчас на экране появится таблица. В зависимости от количества граждан, состоящих на воинском учете и работающих в конкретной организации, мы будем рассчитывать количество работников, которые будут осуществлять воинский учет в организациях. Итак, постановление 719, пункт 12, количество работников, осуществляющих воинский учет в организациях. Мы видим, что привязка идет к гражданам, состоящим на воинском учете. Если в организации менее 500 граждан, которые состоят на воинском учете, в организации должен быть один работник по совместительству. То есть, он будет выполнять какие-то свои функции по должностной инструкции, свою трудовую функцию, и по совместительству мы его оформляем как работника, осуществляющего воинский учет. Чем больше граждан, состоящих на воинском учете, тем большее количество освобожденных работников в организации. Кто такой освобожденный работник? Это работник, который в течение рабочего времени занимается только осуществлением воинского учета. Итак, от 500 до 2000 граждан, состоящих на воинском учете, один освобожденный работник. От 2000 до 4000 – два освобожденных работника. И далее на каждые последующие 3000 граждан, состоящих на воинском учете, по одному освобожденному работнику. Таким образом, можно рассчитать количество работников, осуществляющих воинский учет. В методических рекомендациях Генштаба поведения воинского учета в пункте 22 сказано, что персональный состав и функциональные обязанности работников поведения воинского учета, в том числе пронированные граждан, определяются приказом руководителя организации. Очень удобно работать с методическими рекомендациями, хотя они и носят рекомендательный характер, но там очень все четко прописано о том, как работать с документами в частности. Примеры я вам сейчас покажу. Обратите внимание, что проект этого приказа согласовывается с военным комиссариатом муниципального образования, либо с органом местного самоуправления, осуществляющим первичный воинский учет. Территория, где нет военных комиссариатов. Обратите, пожалуйста, внимание, это вот те самые методические рекомендации поведения воинского учета в организации от 2007 года. И в приложении номер 4 мы видим пример подобного приказа. Здесь практически все уже прописано. Единственное, что нужно делать, это запомнить реквизиты, которые не заполнены. указать наименование организации вашей, дату данного приказа, номер приказа, фамилия, имя, отчество начальника отдела кадров или другого должностного лица, который будет осуществлять данную работу, указать срок, до которого необходимо представить на утверждение эти функциональные обязанности. Далее, указать на кого возлагается обязанность по ведению и хранению бланков строгой отчетности. Здесь указывается должность, фамилия и полностью имя отчества. Не инициалы, а полное имя и отчество. И кто будет заменять данное лицо в случае убытия его в отпуск, командировку или на лечение времени исполнения обязанности возложить. Этот приказ объявляется руководителем всех структурных подразделений и должностным лицам, которые отвечают за ведение воинского учета. Контроль исполнения приказа руководитель должен оставить за собой. И подпись, подпись, инициалы, и фамилия. Вот такой приказ есть в приложении номер 4 к методическим рекомендациям. Возвращаемся к нашей презентации и видим, что если в организации более одного, более двух работников, извините, два и более работников, которые осуществляют воинский учет в организации, мы их объединяем в отдельное структурное подразделение. Называется такое структурное подразделение военно-учетный стол. А общее количество работников, которые осуществляют воинский учет, определяем, исходя из количества граждан, которые состоят на воинском учете, по состоянию на 31 декабря предшествующего года. То есть на следующий год мы уже можем посчитать, исходя из того, какое количество граждан, состоящих на воинском учете, будет у нас работать на 31 декабря 2014 года. И мы переходим ко второму вопросу, кто подлежит воинскому учету. В соответствии с постановлением 719, воинскому учету, обратите внимание, учетами военных комиссариатах, органах медсанаса, самоуправления, так вот воинскому учету подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающие в запасе, призывники, и граждане, пребывающие в запасе, то есть военно обязанные. Итак, призывники и военно обязанные. А кто относится к военно обязанным? В пункте 4, под пункт ТБ, постановление 719, перечислены граждане, которые пребывают в запасе, а именно, граждане мужского пола, пребывающие в запасе, уволенные с военной службы и зачислением в запас вооруженных сил Российской Федерации, успешно завершившие обучение на военных кафедрах, не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу, не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва по достижениям возраста 27 лет, и уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставлен на воинский учет военных комиссариат, и прошедшие альтернативную гражданскую службу, а также граждане женского пола, имеющие военно-учетные специальности согласно приложению. Это приложение есть и в постановлении 719, и в методических рекомендациях. Итак, какие же профессии, специальности, при наличии которых женщины считаются военно-обязанными. Это связь, вычислительная техника, оптические и звукометрические средства измерения метеорологии, медицина, полиграфия, ортография топогеодезии, фотограмметрия и аэрофотослужеба. Есть граждане, которые не подлежат воинскому учету, они перечислены в пункте 15, постановлении 719, а именно, освобожденные от воинской обязанности, проходящие военную или альтернативную гражданскую службу, отбывающие наказание в виде лишения свободы, граждане женского пола, не имеющие военно-учетные специальности, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и имеющие воинские звания офицеров, прибывающие в запасе службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Воинский учет в соответствии с постановлением 719 подразделяется на общий воинский учет и специальный воинский учет. Итак, мы говорим о том, что воинский учет военно-обязанных ведется по общему воинскому учету и по специальным учетам. Давайте договоримся, что все вопросы, которые у вас возникают, вы будете писать в чате и в конце я обязательно отвечу на ваши вопросы. Спасибо. В соответствии с Федеральным законом 53-го воинской обязанности военной службы есть разные составы военнослужащих и воинские звания. Нам это тоже важно знать, поскольку это будет связано, например, с постановкой на воинский учет. Они перечислены в методических рекомендациях к поведению воинского учета в организациях в приложении номер 2. В том же самом 53-м федеральном законе в 49-й статье указан предельный возраст пребывания на военной службе. Обратите внимание, не в запасе, а на военной службе. А именно маршал Российской Федерации, генерал армии, адмирал флота и генерал полковника, также адмирал, 65 лет. Генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-майор и контр-адмирал, 60 лет. Полковник, капитан 1-го ранга, 55 лет. А военнослужащие, имеющие иные звания, 50 лет. Если мы говорим о женщинах, то здесь у нас послабление и для военнослужащих женского пола, предельный возраст пребывания военной службы устанавливается 45 лет. Нас будут интересовать те, кто находится в запасе. И в соответствии с 53-м федеральным законом в статье 51.2 запас подразделяется на мобилизационный людской ресурс и мобилизационный людской резерв. В чем разница? К резерву относятся граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном порядке контракт. Итак, к мобилизационному людскому резерву мы относим граждан, пребывающих в запасе и заключивших в установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном В мобилизационной людской резерве относятся граждане, которые пребывают также в запасе, но не входят в состав ресурса. Составы запаса. Перечислены в федеральном законе 53-м о воинской обязанности военной службе и методических рекомендациях. Здесь перечислены составы запаса и воинские звания. Мы видим, что предельный возраст 1-го разряда солдат, матросов, сержантов, старших прапорщиков и митчменов до 35 лет, а высших офицеров 2-го разряда до 70 лет. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, всегда относятся к 3-му разряду, имеющие воинские звания офицеров до 50 лет, а остальные до достижения возраста 45 лет. Также в методических рекомендациях есть интересная таблица возрастов граждан, пребывающих в запасе и подлежащих снятию с воинского учета в связи с достижением предельного возраста состояния в запасе. И вот такая матрица, она перечисляет годы, когда необходимо снять этих граждан с запаса. Вопрос следующий. Какие документы должен предъявить военнообязанный при оформлении на работу? И тут мы ссылаемся на Трудовой кодекс Российской Федерации, 65-ю статью, где перечислены документы, которые предъявляют любое лицо, поступающее на работу. В частности, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Кстати, с 1 января 2015 года страховое свидетельство будет называться обязательного пенсионного страхования. Для военнообязанных документы воинского учета, обратите внимание, красного выделения, и документы об образовании квалификации при необходимости, а также справка о наличии или отсутствии зонемости и какие-то дополнительные документы при необходимости. Так вот, когда работник поступает на работу, в паспортах граждан РФ мы должны проверить, есть ли отметка об их отношении к воинской обязанности. Отметка ставится обычно на 13-й странице паспорта гражданина РФ и выглядит вот таким образом. О методических рекомендациях поведения воинского учета в пункте 27 приведены примеры таких отметок. Порядок проверки граждан, принимаемых на работу, наличие отметок в паспортах и вот такие отметки. В случае, если мы знаем, что данный гражданин является военнообязанным и подлежит постановке на учет, на воинский учет, но в паспорте отсутствует отметка на 13-й странице, мы должны, как представители организаций, направлять офицеров запаса и призывников военных комиссариат по месту жительства или месту пребывания, а солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мельчиного запаса военный комиссариат по месту жительства или месту пребывания, а проживающих в территории муниципальных образований, где нет военных комиссариатов, в орган местного самоуправления. В постановлении 719 в 28-м пункте перечислены документы воинского учета, а именно военный билет, временное удостоверение, выданное в замен военного билета, а для призывников удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В методических рекомендациях описывается внешний вид военного билета офицеров запаса, который имеет зеленую обложку, и военного билета солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мельчин, которые имеют красную обложку. А также временное удостоверение, выданное в замен военного билета, которое выдается в целях установления личности отдельных военной обязанности. И обратите внимание, что временное удостоверение выдаются сроком на один месяц. Вместе с тем, военные комиссариаты могут продлить срок действия временных удостоверений на срок до того месяца, но общей продолжительностью не более трех месяцев. Для того, чтобы установить, состоят ли граждане, принимаемые на работу на военском учете, необходимо обратить внимание на следующие отметки. Если перед вами военный билет офицера запаса, в пункте 24 будет проставлен штамп в соответствующих графах заверенной подписью должностного лица и гербовой печати. Если это военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика или митча на запасах, в разделе 9 отметки о приеме производятся отметки штампами в соответствующих графах. И в методических рекомендациях приведены такие образцы штампов. На экране они тоже сейчас появились. Если вам предъявляют удостоверение гражданина, подлежащего призванию военнослужбы, обратите внимание, в разделе 1 отметки о приеме, который производится от метки о снятии призывника с воинского учета и о его постановке на воинский учет штампами. Примеры также приводятся. Кроме того, нам необходимо отмечать уровень годности к военной службе. В статье 5.1 Федерального закона 53-го перечислены 5 видов. Итак, это А. Годен к военной службе и подлежит призыву на военную службу. В. Годен к военной службе и значительными ограничениями подлежит призыву на военную службу. В. Годен, ограниченно годен к военной службе, не подлежит призыву на военную службу в мирное время. Г. Временно годен к военной службе, временно не подлежит призыву на военную службу. И Д. Не гудит военной службы вообще ни при каких условиях не подлежит призыву на военную службу. Следующий вопрос. Это какие мероприятия должен осуществлять работодатель по ведению воинского учета? И здесь мы по-прежнему ссылаемся на постановление 719. А именно. Войнский учет предусматривает комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений. И основной целью воинского учета является обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами вооруженных сил РФ и других войск, воинских формирований и органов в мирное время. А также обеспечение в период реабилитации воиноположения в мирное и военное время. Продолжим? Итак. Основными задачами воинского учета являются обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, документальное оформление сведений о воинском учете, о гражданах, состоящих на воинском учете. В частности, нас интересует именно пункт Б. и анализ количественного и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов и проведение плановой работы. В методических рекомендациях сказано, что воинский учет призывников и военнообязанных, работающих в организациях, это комплекс мероприятий. И дальше перечисляется, что к этому относится. Обратите внимание, что осуществляет этот комплекс мероприятий руководители и другие должностные лица организации. Итак. Вы должны вести воинский учет непосредственно работающих в этих организациях, проводить анализ обеспеченности трудовыми ресурсами организации в период мобилизации военного положения на военное время и оказывать содействие военным комиссариатам в осуществлении воинского учета. В 53-м федеральном законе перечислены обязанности должностных лиц по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. И мы видим, что ответственность возлагается на руководителей и других ответственных лиц за эту работу. В частности, они обязаны оповещать граждан о вызовах в повестках военных комиссариатов, обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам военных комиссариатов и направлять в двухнедельный срок по запросам этих военных комиссариатов необходимые документы. Кроме того, они должны проверять у граждан, принимаемых на работу, наличие отметок в паспортах граждан об отношении воинской обязанности, помним на странице 13, заполнять личные карточки в соответствии с записями в документах воинского учета, о личных карточках сейчас подробнее расскажу, разъяснять гражданам порядок исполнения обязанностей по воинскому учету и информировать военных комиссариатов об обнаруженных в документах воинского учета о неточностях, подделках, неполном количестве листов и так далее. Кроме того, мы обязаны направлять в двухнедельный срок в соответствующие военные комиссариаты сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятии или вольнении их с работы. И в двухнедельный срок по запросам соответствующих военкоматов мы обязаны давать им эти сведения. Кроме того, если у вас работают граждане мужского пола 15-16-летнего возраста, то необходимо ежегодно в сентябре подавать эти данные военные комиссариаты. А до 1 ноября в списке граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, то есть 17-летних граждан. И проводить не реже одного раза в год сверку сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан. Далее, сверка не реже одного раза в год в порядке определяемой Министерством обороны. Личный карточек со сведениями, имеющимися у нас. Необходимо вносить изменения в личной карточке об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения, организации, должности, место жительства или место пребывания, состояние здоровья и в двухнедельный срок сообщать об указанных изменениях военных комиссариатов, а также оповещать о вызвах военкоматы. Обратите внимание, когда мы говорим, что мы должны сообщать в соответствующие военкоматы, речь идет о военкоматах либо по месту жительства, либо по месту пребывания. И в 53-м федеральном законе об этом сказано следующее. Статья 8. Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную гражданскую службу, по месту их пребывания. В методических рекомендациях также указано, что координацию деятельности осуществляет Генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации. Еще важная информация для работодателей о том, что в соответствии с 53-м федеральным законом, статьей 6, материальное обеспечение в связи с исполнением воинской обязанности несет работодатель. То есть на это время граждане, исполняющие обязанности, связанные с воинским учетом, освобождаются от работы с сохранением за ними места постоянной работы и выплаты среднего заработка по месту постоянной работы. Следующий вопрос. Какие документы должны быть в организации для ведения воинского учета? Они перечислили в методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях. А именно, в пункте 39-м сказано, что должен быть приказ об организации воинского учета граждан, в том числе и бронирование граждан, пребывающих в запасе. Мы его с вами видели. План работы по ведению воинского учета граждан и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Картотека личных карточек формы Т2, И2, ГС, МС, то есть государственного служащего, муниципального служащего на граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе. А также журнал проверок, осуществление воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе. Кроме того, у каждой организации ведутся расписки в приеме от граждан документов воинского учета, служебное дело производства. То есть у каждого работодателя должно быть отдельное дело, куда будут подшиваться все документы, связанные с вопросами ведения воинского учета граждан и бронирования граждан, пребывающих в запасе в организации. И другие документы при необходимости. А также справочная информация поводится к учету мобилизационной подготовки и мобилизации. Вот так примерно выглядит картотека личных карточек Т2. Воинский учет граждан в организациях осуществляется по личным карточках. Так сказано в методических указаниях, рекомендациях, где перечислены карточки двух видов Т2 и Т2, ГС и ФС. Обратите внимание, что и та, и другая унифицированная форма должна быть утверждена Госкомстатом. На сегодняшний день действуют карточки, утвержденные в 2004 году Госкомстатом номер один. Вот так они выглядят. В целях сбора, хранения, обработки сведений, содержащихся в личных карточках, подлежащих воинский учет, организации первое, выявляют граждан, подлежащих постановке на воинский учет, и второе, ведут, хранят личные карточки гражданам. Обратите внимание, они должны храниться отдельно. Некоторые организации ведут по две личные карточки на военнообязанных. Такого требования нет, но если вам так удобнее, да, можно и таким образом вести. Не забывайте только, чтобы работник обязательно ставил подписи в обеих карточках. Воинский учет организациями осуществляется. Призывников и военнообязанных, запаса по личным карточкам работников и ведение хранения личных карточек граждан составленных, а также заполнение раздела второго, сведения о воинском учете личных карточек на военнообязанных. Есть в приложении к номер 7, к методическим рекомендациям. Выглядит второй раздел вот таким образом. Здесь мы указываем категорию запаса, воинское звание, состав, профиль, полное кодовое обозначение ВУЗ, категорию годности к военнослужбе. Помните, мы говорили А, Б, В, Г, Д и другие сведения. Причем раздел 7, пункт 7, состоит на военском учете, заполняется карандашом. Так сказано в методических рекомендациях. Сверка тоже заполняется карандашом. Необходимо указать дату сверки и подпись лица, который занимался сверкой. Кроме того, в организации должен вестись план. Он тоже имеет утвержденную форму методических рекомендаций. Приложение номер 17. Это план работы по осуществлению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе. Я напоминаю, что все расходы, связанные с введением воинского учета, возлагаются на организацию, на работодателя. И руководители организации обязаны выделить для работников, осуществляющих воинский учет в организациях, специально оборудованные помещения и железные шкафы, обеспечивающиеся охраной документов по воинскому учету. Напоминаю, что методические рекомендации являются рекомендованными, но здесь есть доля истины, потому что должен быть осуществлен режим секренности. А если он не будет осуществлен, тогда будет определенная ответственность на руководителя организации. В приложении номер 16 к методическим рекомендациям предусматривается отражение сведения о составах запаса и какая ответственность все-таки предусматривается при нарушении правил ведения. В соответствии с 61-м законом об обороне, статья 8, функции организации и обязанности их должностных лиц являются, независимо от форм собственности, является осуществление воинского учета работников и должностные лица и организации создают работникам необходимые условия для исполнения ими воинской обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом же законе сказано, что ответственность несут все организации, независимо от форм собственности. И в частности, в 9-м пункте постановления 719 указано, что за состояние воинского учета отвечают руководители этих организаций, поэтому руководители должны быть в курсе того, что нужно делать и какую ответственность они несут. Контроль за ведением организаций воинского учета осуществляется органами военного управления вооруженных сил Российской Федерации. Ответственность за нарушение ведения определяется кодексом об административных правонарушениях. На экране перечень статей кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и суммы штрафов, которые могут быть наложены на нарушителей. В частности, это не предоставление военкомата списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Я напоминаю, что все формы есть в приложении к методическим рекомендациям. Далее, не обеспечение гражданам возможности в своевременной явке по повестке. И несообщение сведений граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, сведений принятых на работу, либо увольных с работы граждан, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. Для того, чтобы вести воинский учет, следует пройти подготовку. Такой подготовкой занимается институт специальной подготовки Академии гражданской защиты. В приложении номер 18 имеется определенная информация с указанием номеров телефонов и возможность подать заявку на участие в семинарах на приобретение методического материала и программного обеспечения по воинскому учету. Занятие в институте проводится по адресу, который указан также на экране. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, пишите, готова ответить на срывы. Мы приглашаем вас на прохождение наших курсов. В частности, в кадре работы современной организации мы затрагиваем тему введения воинского учета в организации. Это очень важная тема. И много других интересных тем, связанных, например, с персональными данными. Потому что те законы и положения, на которых я сегодня ссылалась, к большому сожалению, нарушают законы о персональных данных работников. И вот как выходить из этой ситуации, мы это с вами обсудим на курсах, на наших курсах. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами. Спасибо. До встречи в Центре компьютерного обучения специалистов. Редактор субтитров А.Семкин